Всем привет, с вами современные брони. Странное ощущение, будто я видосы 100 лет не делал, хотя вроде 3 дня всего не делал. Но ладно, я возвращаюсь, а Тейлы все еще нет. Буквально не хватает еще одного эпизода и мы можем снова про них забыть. Ладно, сейчас мне скорее распирает от идей насчет фанфика, хотя уже глав 5 написано и обычно люди на этом выгорают. Но почему-то не я, у меня идеи с плотью, да по сути до конца 9 сезона. И все они кажутся мне интересными. Ладно, хватит тут себя расхваливать, давайте перейдем уже наконец-то к сценаристам. И сегодня у нас Кевин Рук, Крис Док Уайт, Майкл П. Фокс и Вилл Фокс, братья Лисичкина, также ответственны за сценарий. Ладно, эти ребята работают парами, поэтому перейдем сначала к Кевину Броуку и Крис Док Уайту. Они написали один из важнейших сюжетных серий в этом сезоне, а именно 16-ю, под названием The Times are a Changeling, или же Времена меняются. Серия посвящается Спайку, которая поверила Ченжлигу, что он хороший. Иронично, что Спайк сам дракон, и он тоже добрый, хотя раса недружелюбная. И вот он всю серию доказывал, что Ченжлиг может измениться, спев грустную песню. Сильный на самом деле момент, поэтому зачет ребятам. А вот братья Лисичкины написали 10-ю серию под названием Applejack Day Off, или же выходной Applejack. Такую бесполезную Slice of Life-овую серию надо еще постараться сделать. Хотя, конечно, не обошлось без интересной темы. Правда, которая обыгрывалась в серии не очень хорошо. Но, думаю, каждый встречался с этой серией и недоумевал в некоторых моментах. В принципе, сценаристы должны друг друга компенсировать. Лисичкины, кстати, еще о серии про Пинки и Рерити писали, а другие про Applejack и Fluttershy. Опыт есть, но, правда, не хотелось бы больше видеть таких вот внезапных солянок и сценаристов. Что ж, вот и настал апокалипсис. Кончились бревна. Это как у водолаза закончился кислород в баллонах, прям на самом дне океана. Выжить практически невозможно, благо запасы спасли меня на сегодня. Но это явно ненадолго. Если еще денек и просижу без бревен, то пиши пропало. Ладно, давайте уже прочитаем синопсис. Applejack, Рерити и Пинки Пай возвращаются расстроенными из круиза. И у каждой есть своя версия произошедшего. Искорка должна разобраться, что случилось на самом деле. Ага, это Slice of Life. Судя по тому, что герои уходили там на какой-то круиз. Ничего не предвещало этому, впрочем, ничего и не мешало. В любом случае, и мне понравилась поездка. И почему-то Туайлд решила выяснить, что же пошло не так на самом деле. Обычно на такое забивает, и как говорится, плохое забывается. Но Туайлд, видимо, собирается давить до конца, выслушивая разные версии друзей. Плюсом, почему-то, как я и говорил, они выходят все разные. Ладно, видимо, очередное расследование, на которое мне, честно, уже как-то пофиг. Ну, бывает. Давайте уже выясним, что там случилось с друзьями на этом круизе. Итак, это очередной прям Slice of Life. Уверен, Лисичкине здесь все же больше руку свою приложили. И после первых секунд серии уже понятно, что ничего интересного тут не будет. Так как шестой сезон, и ссорящийся из-за пустяков в Мейсикс уже не выглядит как что-то нормальное. Но да ладно, тут есть пару интересных пунктов. Например, самое очевидное, это новая локация. Что-то серебряное, но мы его не раз еще увидим, в общем. А также здесь есть элементы расследования, где нам дают три разных варианта рассказа, и где по соответствии можно будет составить цельную картину произошедшего. То есть в реальности точно были огурцы, пиньята и шторм. Ну и сам конфликт здесь существующий. Да, такое бывает, когда мы на кого-то скидываем всю вину, если вдруг что-то не получается. Да камон, в доте это смысл жизни. Но здесь, как обычно, это слишком вычурно показывается. Хотя, понятно, нужно доходчиво донести непонятную тему. То есть визуально здесь все выглядит неплохо. Конфликт в принципе какой-то есть, и на том, как говорится, спасибо. Но что тут может не понравиться, давайте обсудим в следующей рубрике. Да, я будто бы все уже сказал в прошлой рубрике. То есть главное тут, как по мне, причина это вот понимание с первых секунд серии, что это проходняк. Я помню, когда еще мы с Уликсом смотрели, или когда я один смотрел, уже точно не помню. Мне даже не было интересно, что там на самом деле конкретно произошло. Ибо очевидно, все это гиперполизирует. То есть тут даже концовка на уровне G5, где как бы ничего на самом деле не произошло, просто какое-то недоразумение. И вообще, давайте покушаем мороженое и проведем нормальные выходные. Но окей, какие бы были у меня пожелания по поводу этой серии. Акценты у героев в рассказах рандомные. То есть Рерити жалуются на Эпплджек, Пинки жалуются на Рерити. Логично было бы, что Эпплджек жалуются на Пинки. Но Эпплджек тут вообще сам токсиком оказалось. На всех в бочку катит. В серии, если я не ошибаюсь, ничто не намекает, почему кто-то о ком-то стал думать плохо. А кто норм был? Конечно, мы не знаем подлинной истории. Но все равно это, как по мне, мизерное, но упущение. А, еще неунывающе, Пинки Пай жалуются, что ей не дали развеселить друзей из-за поведения Рерити. У меня у одного такой небольшой диссонанс в башке происходит. Могу понять, что Пинки может отдыхать с Мейн Сикс по-особенному. А как все пони, но будто жаловался на кого-то, это не в ее стиле. Ладно, что-то я тут навыдумывал, давайте уже перейдем к придиркам. А раньше твоя смогла таскать Пайка. Да камон, она же лошадь, и что, фуллом? Пинки Пай, Рерити и Эпплджек возвращаются с морской прогулки в Сиверчоуз. И мне не терпится их послушать. Помнится, серия была про локальные мемы. Твайлайт их не боится. Жаль, Радуга Дэш и Флаттершай пропустили ее из-за встречи выпускников в школе летунов. Флаттершай на это согласилась. Боюсь, от избытка впечатлений они начнут говорить все сразу, и я что-то упущу. На всякий случай, ты будешь записывать. Да, действительно, давайте переложим это на того, кто априори не справится. А помыться до приезда религия не позволяет. Какие, блин, дрессированные. Рарити не придет? О-о-о, зря я отполировал свою чешую. Вспомнили, блин. Как Рарити вообще мылась? Или она не мылась? Вообще забавно, что Рарити не рассказывает, в каком платье была. Хотя остальные это отмечали. Эта штука больше сумки. Ура, еди с пола. А-а-а, выкиньте все это за борт. Да, без еды ведь будет лучше. Сидим друг друга. Пинки попыталась поднять настроение с помощью забавных морских игр. А теперь время пиньяты. Пиньяты, морская игра. Карта не резиновая, ребят. Судя по рассказу, все умерли. Значит, вот что Рарити наговорила про корабль, да? Вообще, чтобы было чуток объективно, стоило не рассказывать пинки о версии Рарити. Сколько интересного это все должно было стоить. Классная игра, как бы за борт не слететь. Как она тянет копытами? Кстати, как карта еще не порвалась? Ладно, но если корабль затонул, как же вы все спаслись? А, очень просто, мы? А-а-а, мои маффины! Можно было бы дождаться пинки. Все это полная чепуха. Если вы хотите знать, что произошло, я расскажу. Давай элемент честности, жги. Вы ведь знаете, как пинки Па и Рарити хотели вырваться из привычной среды. Я принесла карту сокровищ, чтобы подарить им полное приключение в путешествии. Но у них были другие планы. Дорогая, эта еда не подходит пони с хорошим воспитанием и изящными манерами. Рарити так даже в первом сезоне не думала. Я тебе этого никогда не прощу! Да, из-за еды. У-у-у, из этого выйдет отличная скатерть для моего сырного столика. Чел, это чуть порванная бумага. Карта бумажная, а тянется словно резина. Их корабль затонул. Это все. Спайка интересует лишь концовка. Ага, полагаю, теперь я знаю, как затонул корабль. А еще я придумала, как заставить Рарити, Эпплджек и Пинки Пай общаться снова. Вот так вот и решилась проблема буквально за 10 секунд. Так здесь ничего срочного. В таком случае я жду извинений. Извинения? Что? Почему я должна извиняться, если виновата Рарити? О чем это ты говоришь? Эпплжек и виновата. Извинения мы оказались в потребе Отеана. Не знаю, в чем дело. Бардач! Все равно. Мне не нравится, что меня обманом заманили на эту встречу. Хотя бы в этом мы согласны. Да! У каждой из вас своя точка зрения на кораблекрушение. И вы вините друг друга. Но если вы поплывете со мной, я покажу, как все было на самом деле. А Спайка не посвятили в планы. В очередной раз в МЛП огромная штука не собирается вас сожрать. А хочет дружить. А вот и легендарный момент. Буквально аватарка Яблочного. А, вот она че. Ну, теперь подобных проблем в МЛП будет много. Ща треснет по пинке. Я бы не спешил туда кидать мороженое. Есть оттуда. А вообще, есть еще одна неоднозначная вещь для этой серии. По поводу того, а что же там на самом деле случилось. С одной стороны, достоверно мы не знаем. С другой, судя по потоплению корабля, они недалеко даже от берега отплыли. А плавали они, возможно, вообще на лодке. Тут обидно за отсутствие масштаба. И хочется похвалить за приземленность этого отдыха. Как-то так, ребята. Давайте уже подведем итоги. Тема серии интересна. Ситуация реалистичная. Правда, так друг на друга откровенно не наговаривают. Особенно, когда вы шесть сезонов, блин, дружите. Сама же серия для всего сериала не имеет никакого значения. Максимум мы новую локацию видели и все. Так что есть эта серия или что нет этой серии, абсолютно не важно. Да и не сильно это интересно. Как-то так кратенько я выскажусь про серию, которая для меня практически ничего не значила. Опять же, я могу просто про нее забыть. Ведь в ней ничего запоминающегося не происходит. Ладно, я тут аудиофанфик выпустил. Буду очень признателен, если кто-то его послушает. А если лень читать сам фик. И напишет комментарий. Озвучки будут редкими, но должны вроде как быть. А так, бревна не привезли. Запасов осталось на один день. И это ГГ. Уже придется работать как черт. Ибо надо восполнять запасы. А это как минимум неприятно. В любом случае, спасибо за просмотр. И до четверга, ребята.